15 и 16 ноября. Москва. Одно из самых ожидаемых мероприятий в области информационной безопасности. СОК Форум 2022. Станьте частью большего. Присоединяйтесь. Подробности на сайте сокдефизфорум.ру Всем привет. Меня зовут Алексей Лукацкий. И я приветствую вас на свежевыжатом подкасте, на котором мы будем говорить с экспертами про соки. Тем более, что в преддверии СОК Форума есть о чем поговорить для того, чтобы накинуть различные темы, которые затем мы прекрасно сможем обсудить в рамках мероприятия, в его кулуарах. И моим гостем сегодня является Алексей Павлов, компания Ростелеком Солар. Алексей, привет. Привет, Леша. Скажи, хотя, наверное, неправильно начинать с, может быть, ситуации, которые сейчас мы все так или иначе наблюдаем, но с 24 февраля насколько поменялась повестка сокостроения, то есть повлияло ли это? Либо, по сути своей, сок, эта штука вообще не связана ни с какой политикой. Он как обнаруживал атаки, так и обнаруживает. Возможно, технологически что-то поменялось или может поменяться. Вот твое мнение. Да, Леша, спасибо за вопрос. На самом деле ситуация изменилась довольно существенно. Я могу отметить несколько таких ключевых вещей. Первое, ну, конечно, атак стал больше. Про это говорили вся, особенно первый месяц, массовые атаки. Сейчас ситуация, конечно, изменилась. Атаки подупали чуть-чуть по количеству, в абсолютном значении, но стали более точными, опасными. И, конечно, злоумышленники уже как-то дольше находятся в инфраструктуре с целью нанести, ну, больше потери, нежели там дефейс или там что-то такое, там пошифровать всю инфраструктуру не требуют. Поэтому, ну, ребята жили на работе. И я помню, что за первые два месяца у меня был один выходной. Это мой день рождения, 9 апреля. Все остальные дни приходилось работать. Второе, с нас все заказчики, ну, и в принципе, это я уверен, что не только по нам, был запрос на повышение, ну, как-то скорости реагирования на все. Не только SLA по инцидентам, которые там и так условно 30 минут, а, ну, там, консультации, поддержать, а что делать, то есть ответить на такие довольно пространные вопросы. Поэтому сервис-менеджеры жили с заказчиками, ну, там, чуть ли не на одной квартире. Появился запрос на быстрое расследование. Мы это называем ЭБ-скорая помощь, потому что фактически там необходимо быстро было анализировать сэмплы ВПО, которые обнаруживаются различными СЗИ заказчика. И необходимо было, если что, даже выехать на площадку заказчика, причем оперативно, иногда даже среди ночи. Приходилось делать. Второй момент, ну, конечно, технологии. Ты это упомянул не просто так, понятное дело, но у нас ситуация чуть проще, чем, ну, например, с межсетевыми экранами, у которых там отключились все модули помимо фейерволинга, там, подписки, апдейты и прочее. А, как ты знаешь, ни один из вендоров СИЭМ не взял и не заблокировал, там, условно, те лицензии, которые были. Поэтому это нам дало, с одной стороны, отсрочку, с другой стороны, все равно это неизбежно нас приближает к импортозамещению. Поэтому, да, там, сейчас составлен план миграции, часть заказчиков уже мигрируем, часть, там, планируем мигрировать. И в течение, я думаю, там, полугода максимум, там, до конца 23-го мы это реализуем. Если говорить про рост спроса и так далее, то все-таки, ну, наверное, в первое время это были ВАФ, антидодосы и в меньшей степени соки, потому что, ну, к сокам там и дозреть надо, и, ну, все-таки долбили не изнутри, а долбили там по самому простому, по периметру. Поэтому там вот всякие истории, связанные с СПТ, с ВМом внешним, да, там, с ВАФами, с антидодосами, они, конечно, ну, там, сильно быстрее росли, нежели соки. Но сейчас тренд поменялся. То есть сейчас ситуация с ВАФами, она скорее стабилизировалась, прирост уже не такой значительный. А вот соки как раз догоняют. То есть вот сейчас под осень даже пресейл привлекается к тому, что подключать новых заказчиков, хотя у нас в пресейле обычно, ну, это отдельная выделенная линия, которая занимается только пилотами, она отдельна от производства, не у всех так, но вот мы изначально по этому пути пошли. И даже пресейл сейчас участвует в производственном подключении, там, в продавом подключении заказчиков. А вот смотри, весной, там, многих российских, многие российские ЦРТа исключили из ФЕСТ. Соответственно, нарушился некий, там, обмен данными об угрозах. Вот насколько это сильно повлияло на работу? Повлияло ли? Потому что если предположить, что, как, собственно, обвиняют, наверное, Россию, что она стоит за многими атаками, и, соответственно, ФЕСТ должен был быть заинтересован в информации от нас о тех, там, ИОКах, там, индикаторах, которые мы видим. Соответственно, то, что происходит от них, ну, может быть, нам было не столь актуально. Вот насколько это правомерно так считать? Ну, смотри, если честно говорить про операционную работу, намного больше мы пострадали из-за отключения подписок Вирус Тоттала и Шадана, нежели отключения от рассылок ЦРТа. Но в ЦРТе были хорошие штуки, связанные с, ну, таким, глобальным обменом знаниями. Кто-то что-то как-то реализовал, кто-то там новые техники, тактики научился по-новому детектить. Вот обмен знаниями на перспективу, на развитие СОКи, это был важный трек. Оперативный обмен знаниями, все-таки мы больше ГУССОКе доверяем. Поэтому в моменте, скорее, мы не почувствовали, но на перспективу это, ну, если не очень больно, ну, то скажется все равно, конечно же. Вообще, не все российские компании отключили, конечно, но СЕРТ в плане обмена информацией очень хорошая площадка, потому что она закрытая. Например, когда в прошлом году мы делали пресс-релиз совместно с НКЦКИ по правительственным группировкам, закрытый формат отчета мы распространили через как раз комьюнити СЕРТОВ, и на самом деле многие благодарили, потому что там в том числе были индикаторы, там в том числе было описание того, как, что делают, ну и как-то, когда это не мы и не страна-получатель, а какая-то третья сторона, вот мы вместе объединяем усилия, там помогаем друг другу, то же самое, там они объединившись против нас, ну, то есть сами против себя, конечно, не репортим, да и, наверное, поводов нет в последнее время, а фокус, внимание переключился, но, да, площадка хорошая, и мы давали информацию, и нам давали информацию, но в моменте скорее не почувствовали, на перспективу точно почувствовали. Ну, смотри, вот мы как-то по весне собирались, обсуждали вот отключение от ФЕСТа, и была идея, что, а почему бы не создать российский аналог ФЕСТа, где там команды, коих там достаточное количество, могли бы обмениваться данными, там, напрямую, минуя всякие там промежуточные структуры типа НКЦКИ, вот, ну, либо через НКЦКИ, не так важно, но вот сделать такой аналог чисто российского ФЕСТа, как сейчас многие делают, там, какой-нибудь русский Оскар, там, русские Олимпийские игры и так далее, и так далее. Вот был бы русский ФЕСТ, который вот работал бы только на себя, возможно, в перспективе, там, на ДКБ, на ШОС, на другие блоковые организации, но эта идея так и ни во что не вылилась. То есть в ней нет необходимости, или, в общем-то, и так все обмениваются, и вот некая формализация этого обмена, она, в общем-то, излишня, в принципе. Ну, на самом деле, ответов несколько. Первое. Весной был организован киберштаб с регуляторами, с представителями крупнейших соков, вендоров, которые занимаются информационной безопасностью. Вы туда тоже вошли. И все вот эти вот оперативные мероприятия, обмен рекомендациями, индикаторами и прочее, совершались там. В целом я могу сказать, что мы, со своей стороны, на добровольных началах совершенно и так как-то всем информацию передаем, где-то на личных знакомствах, потому что вся ИБ в России строится на личных знакомствах, по большому счету, и знаний друг друга. Второе. У нас есть информационные обмены с заказчиками, у нас есть даже информационные обмены с зарубежными сертами, где мы тоже делимся информацией. зарегулировать данное направление. Ну, не зарегулировать, упорядочить. Наверное, неплохо. Я считаю, что это скорее будет правильным, потому что участников точно станет больше, информации станет больше. Но есть две проблемы. Проблема номер один. Уровень зрелости далеко не всех организаций, как он премсоков, так и коммерческих соков, позволяет, в принципе, такую информацию обладать, передавать ее. То есть кто-то будет, безусловно, потребителем, а кто-то будет, условно-безусловно, донором. И вот те, кто доноры, они как бы и так между собой обмениваются. Нужно ли вот там, условно, на нижнюю юбку передавать информацию? Вопрос. Потому что для многих это коммерческая составляющая своей деятельности. Фиды в России, индикаторы компрометации, база Threat Intel продает много кто. Но вот буквально вчера, опять же, на эфире говорили, что индикаторы компрометации – это, наверное, одно из самых бесполезных вещей, которые есть сейчас в современных коммерческих соках. Потому что, ну, они не работают. Они раз сработали, и все. Ну, тогда ФИОС же, ты сам говоришь, что ФИОС сдавал определенные бенефиты тем, кто к нему подключался, как минимум знания о новых детектах. И ФИОС позволял, как бы, может быть, не очень зрелым командам повышать свои скиллы, свою квалификацию, знания в части того, как это делают другие. При этом ты говоришь, что это вступает в некое противоречие с коммерческими интересами. Но вот здесь как-то оно не бьется. То есть вы готовы были участвовать в чужих группах, в чужих комьюнити, но при этом пока нет большого желания создавать свое, чтобы не делиться этим самым наработанным контентом. Мы готовы и в России делиться без проблем. Но вы создаете экспертные пакеты, продаете платные курсы. Группа IB делает то же самое, Касперский делает то же самое. Мы будем готовы. Но если мы будем одни, это будет не комьюнити, а же с доброй волей. Ну окей, хорошо. Давай перейдем тогда к следующей части, наверное, в сторону больше сокостроения. Вот сейчас практически невозможно официально купить многие инструменты для сока. СИЭМы, САРы, ТИП-платформы и так далее. Отсюда у многих компаний, которые задумываются о своем соке, возникает, собственно, классическая дилемма. Либо пойти в аутсорс, либо опенсорс, либо отечественное решение. Вот сейчас попробуй, если ты попробуешь немного дистанцироваться от места работы, что бы ты посоветовал компании, которая стала перед задачей состроения сока. То есть смотреть там в сторону чисто российского стека, либо там в сторону какого-нибудь взломанного эластика там с Зыхаевым и так далее. Либо писать вообще все свое при наличии специалистов. Либо аутсорс, это сегодня там панацея от всех бед. У меня есть ответ на этот вопрос, но я твое мнение хотел узнать. Ты что думаешь? А, я вначале хотел бы услышать твое мнение, потому что... У меня ответ будет зависеть от того, собственно, кто спрашивает, потому что в зависимости от зрелости спрашиваемого будет зависеть и ответ. Потому что там вчера, хотя для тех, кто будет слушать наш подкаст, это будет уже точно не вчера, в Соковском чатике возник человек, который сказал, вот мы написали свою СиЭм вообще с нуля. Для меня это было удивительно. То есть это даже не ластик был, а просто с нуля люди писали свою СиЭм. И это, да, действительно интересно, хотя там я, может быть, и не понимаю, зачем сейчас писать свою СиЭм, особенно когда там условно 15 заказчиков было, и вполне, на мой взгляд, любая коммерческая СиЭм сегодня бы справилась с такого рода потоком данных. Поэтому вот вопрос. Давай, попробую ответить. В мире есть очень много примеров всех трех путей. Есть прекрасная страна на Ближнем Востоке, которая много лет живет на всем Ломаном и прекрасно живет, и вообще не страдает. И на Спланке, и на Арксайте, и на Кликхаусе, на Кликвью. Соответственно, ну, для кого-то это путь, но если это точно не Киев, потому что, насколько, по крайней мере, я знаю, сейчас по Киев задаются вопросы, а какой стек технологий вы используете для защиты. И, ну, там точно будет требоваться все отечественное в ближайшее время. Если говорить про собственные стек технологии, мне эта история прям не нравится, потому что в ситуации, когда все завязано на людей, и когда с людьми самая большая непонятка в стране, как-то ориентироваться на open source, это почти смертоубийство. Потому что, как только уходит архитектор, даже если все задокументировано, приходит новый, он не сможет это поддержать. И ты себя делаешь заложником человека или команды. И когда в один момент эта команда может оказаться в Киргизии или Казахстане... Или мобилизована. Или мобилизована. Это прям страшная история, потому что, ну, это перестанет работать, причем довольно быстро. Поэтому я только за коммерческие решения, всегда был, есть и буду. Скорее всего, мнения в своей жизни не поменяю, хотя они зарекаются, мало ли. По поводу отечественных решений. Не вижу противоречий, не вижу ничего плохого. Многие... Во-первых, вот мы когда про Сием говорили пару недель назад, опять же на эфире, многие слушатели отметили, что российские вендора вообще неплохо, потому что до них можно ногами дойти. Если что, там в дверь постучать или объединиться в комьюнити и спросить там на сок-форуме с целью реализации каких-то фич. И они там, условно, будучи припертыми к стенкам, сделают эти фичи. С западными вендорами это не прокатит. У них там кэшфлоу, и больше их ничего не интересует. Покажи мне объемы, и я так и быть заприоритизирую под тебя фичу. Поэтому с российскими вендорами с одной стороны проще договориться, с другой стороны... Ну, понятно, уровень зрелости. В некоторых классах он прям сильно ниже, в некоторых классах он сопоставим. Ну, условно. В Сиемах проблем не вижу. Если мы говорим про EDR, ну, наверное, конкуренции не хватает. Вы только вывели свой продукт на рынок. Если говорить про NTA, то, опять же, у вас нет конкурентов, потому что отечественных NTA, ну, прям хороших коммерческих массовых, нету, кроме вашего. Про Suara и ARP, ну, в целом, наверное, неплохо. Пока это, правда, не совсем Suara, это скорее ARP. Но ребята развиваются, причем быстро. Поэтому, вот если говорить про основной стек технологии, ну, TIP, с TIP проблема, да. Хотя, опять же, вендоры Suara делают свои продукты, но там мы пошли по пути создания своего внутреннего. То есть, это не будет коммерческой историей, потому что у нас очень специфические задачи. Большой пол заказчиков, ну, не всем такое надо. Поэтому мы для себя сделали сами. Угу. Но не является ли вот эта ситуация, что ты упомянул правильно, на самом деле, с опенсорсом, мы становимся заложниками там команды разработчиков, которые могут мобилизовать, либо она уедет. Вот здесь, кстати, мне вдруг в голову пришел вопрос. Лично твое мнение, хотя я понимаю, что, может быть, оно и может быть очень предвзятым и восприниматься неоднозначно, но можно ли доверять людям, которые уехали за границу? То есть, сейчас не обсуждаем, по каким причинам они уехали, но дальше они начинают, возможно, работать из-за границы, возможно, они потом приедут обратно, и по сути своей мы их допускаем там в некую критическую сферу обеспечения безопасности, ну, может быть, не пафосно ни страны, но отдельных компаний. И кто знает, что там было с ними за границей, там не подсадили их на крючок и так далее, и так далее. Вот насколько это все реально, либо это такие страшилки, которыми, ну, шпионские игры, может быть, не шпионские, а просто страшилки, которыми любят стращать там еще в советское время, потому что там ни слова врагу там и так далее. Вот здесь есть такая сейчас проблема? Потому что, ну, для многих же, наверное, это действительно, в том числе и для российских разработчиков средств защиты, что часть их людей, программеров уезжает. И здесь дилемма, можно ли доверять человеку, который уехал за границу? Там я помню на московской магнитке условно было обсуждение, там одна из компаний российских четко заявила, что если человек уезжает, все его увольняют, и доверять ему уже нельзя. Российский разработчик средств защиты. Вот твоя точка зрения, личная. Ну, смотри, выскажу личную и расскажу, как у нас, потому что тоже интересно. Личная для меня, если человек в состоянии паники уезжает, бросая страну, одно дело, ну, это его личное, но когда он бросает коллектив, работает очень много, и фактически все ложится на плечи его коллег, и он бросает коллег, он бросает компанию, иногда даже, ну, рассказав постфактум, или не выходя на связь. Ну, это предательство компании, таких людей надо увольнять. Если говорить про там Solar, мы категорически запрещаем работу из-за границы. Даже если я поеду в отпуск, я обязан, а, предупредить, б, даже проверяя почту с телефона за границей, сработает триггер, и ко мне будут вопросы, поэтому говорят, лучше не брать вообще ничего. Нам выдают на период отпусков иногда подменные ноуты чистенькие, на которых данных нету, для того, чтобы, ну, хоть с каким-то ноутом работать, который при этом защищен, потому что есть там агент EDR, есть агент Дозора, установлены все необходимые утилиты, нет админских прав, ты заходишь по VPN и работаешь, если прям очень надо. А так рекомендуют, ну, как-то отдыхать, а не работать. Если говорить про уехавших, ну, там, все обязаны сдать ноуты, сообщить заранее, что они уезжают, и после этого расторгнуть с нами трудовые отношения. Я уверен, точнее, я уверен, я знаю, что в России есть еще несколько крупных компаний, которые также запрещают удаленку из-за границы. Ну, вот если программер осознал, передумал, вернулся, брать ли его в команду, которая разрабатывает критические функции, там, средства защиты и так далее? Да скорее, да. Ну, то есть, вот в шпионские игры вербовку не верю. То, что человек осознал, вернулся, ну, смотря когда, если он вернулся, там, через неделю, месяц это одно, когда он там вернется через пару-тройку лет, совершенно другое, срок важен. Ну, это да. И, ну, я считаю, что разрабы должны работать только на территории России, ну, и в текущих реалиях надо прям очень хорошо контролировать то, что они пишут. Потому что там SolarWinds ситуация, конечно, была другая, но повторения кейса прям очень не хочется. Окей. Ну, вот в продолжение темы зависимости от разработчиков, ведь, по большому счету, для заказчика какая разница, от кого он зависит, от своих разработчиков, которые там в одномоментно свалили, или от вендора какого-то, или от поставщика услуги мониторинга и реагирования. Ведь он все равно сажается на иглу. То есть, там, если, условно, ваш заказчик вдруг решил, что он переходит к другому поставщику услуги сок. Это же не вот по щелчку происходит, он не может перетащить контент, он не может перетащить все логи, которые у него были. Зачастую, стек, который ваш, не соответствует стеку, который будет у другого провайдера. Это надо перестраивать все процессы. То есть, он все равно подсаживается на иглу. Какая разница, чья это игла? Существенная. Когда ты подсаживаешься на иглу своей команды, это лично твоя проблема и головная боль. Когда ты подсаживаешься на иглу вендора, это коллективная проблема, потому что она не только у тебя. И когда ты можешь с комьюнити разделить проблему, становится легче, хотя психологически, если не фактически. По поводу сервис-провайдера и переезда. На самом деле, ситуации были в обе стороны. Мы, как честные ребята, особенно если стек совпадает, мы убираем наш контент, потому что он наша собственность, а все, что касается правил исключения, архива событий и прочих, мы передаем. Мы честно передаем. Транзит обычно длится пару-тройку месяцев, заказчик не в один день узнает, что у него новый сервис-провайдер появился. Если стек другой, то все равно, ну, хотя бы исключения по каким-то правилам, которые мы делали за год, два, три, пять, десять, у всех же бывают исключения. Не бывает такого, что вот компания строго живет по букве как-то кодекса ИБ. Все эти исключения мы обязательно передаем. По архиву событий по-разному. Если это на стороне заказчика, мы ему как бы все оставляем. И даже если у тебя, ну, условной лицензии на CM нету, например, на ваш, то по архиву событий, насколько я помню, поискать можешь. Ты новые задачи запустить не можешь для сбора логов. Но весь контент остается, ну, в плане событий. Ну, получается, что, вот ты упомянул два месяца, это такой срок миграции, неважно, наверное, с иностранного вендора на отечественные решения, или с иностранного вендора на услуги провайдера сок, либо с провайдера одного на провайдера другого. То есть вот два месяца – это плюс-минус такой некий минимальный, возможно, срок миграции. Пожалуй, да. Но все зависит от степени кастомизации того, что было у заказчика. Вот если говорить про миграцию CM на CM, то там есть заказчики, у которых там почти все дефолтово, а есть заказчики, которые любознательны, и за период жизни у нас там 5-6-7 лет, мы как бы давно живем, наросло там, не знаю, 80 инцидентов, которые только под этого заказчика. Понятное дело, базово смигрировать там, это даже месяц, наверное, с одной CM на другую, но перенести вот этот весь контент в новую логику, которая не факт, что будет позволять реализовать все. Предусмотреть это заранее – это дольше. Мы сейчас прямо разрабатываем планы миграции, анализируем, какое количество там нестандартного контента есть под заказчиков, ну и распределяем между двумя вендорами, кого куда мигрируем, обсуждая это с заказчиком, но большинство из них говорят, а нас все и на арксайте устраивает. Я говорю, ребят, да, поэтому миграция, а, бесплатная, потому что это наша головная боль, б, вы не почувствуете изменение качества услуги. И мы на это смотрим в первую очередь. Какая разница заказчику, на каком решении вы ему оказываете услугу, если вы ему гарантируете SLA и определенные там правила игры? Какая, по сути, своя разница, какой у вас стэк и на чем он построен? По большому счету никакая. Но есть любознательные заказчики. Есть заказчики, которые говорят, нас нельзя обслуживать иностранными CM-ами, например. То есть нас надо смигрировать, в первую очередь, реально есть такие. Что у них в голове, почему это так? Ну, это их мнение. Я вот лично, когда вся эта история началась, я пообщался с западным вендором, он говорит, мы приостанавливаем деятельность. Они до сих пор приостановлю деятельность и не определились. Но многие сотрудники уже вышли в другие компании. Мы сели с Володей Дрюковым, и я говорю, Вов, слушай, для меня вот они приостанавливаем деятельность, я подвешен в воздухе. Они могут вернуться, зачаржить нас за вот этот период. Пусть не полностью, но зачаржить. А второе, ну, я вижу, что, ну, нет будущего. Даже если вернутся западные вендоры, мы не вернемся к ним. Ну, прям почти наверняка. Ну, то есть там Фортинет вернется, никто не купит опять Фортинет. Ну, потому что поймут, что через несколько месяцев может опять повториться. Зачем им это надо? Риск – это бочка с порохом. И я говорю, надо мигрировать. Есть компании, которые не торопятся это делать, потому что они ничего не платят. У них есть бесплатный СИЭМ, который прекрасно работает. У них снижаются косты, и они могут за счет этого там и ценникам поиграть, и прибыль большую получить. И вроде все неплохо. Но мы по этому пути точно не хотим идти. Угу. Окей. А вот скажи, вот в твоих ответах, и на самом деле это по рынку идет, что есть по сути свои две альтернативы. Либо он прем, либо аутсорсинг. Сок. Но если мы там посмотрим на пока еще доступный нам западный рынок, с точки зрения хотя бы его анализа, там существуют еще две модели мониторинга и реагирования. Во-первых, это ситуация, когда у меня есть аналитики, нет игрушек, и я иду там в облачный СИЭМ, и там облачные СИЭМы сегодня там растут какими-то семимильными шагами, в отличие от рынка он прем СИЭМ, который вообще стагнирует. И вторая модель, когда у меня есть купленный когда-то СИЭМ, но там мои аналитики свалили из страны, либо там были мобилизованы и так далее, и возникает задача управлять тем, что у меня есть. И вот как быть вот с этими двумя задачами? Есть ли для них ниша на российском рынке? Или все равно заказчику придется вот думать между двумя альтернативами? То есть такая дилемма, либо свое, либо все чужое. А вот промежуточный вариант там менедж СИЭМ или там СИЭМ из облака, эта история пока не для нас. И у нас таких предложений на российском рынке нет вообще. Ну смотри, у нас тут с тобой чуть просто разная терминология. Объясню, для тебя это называется менедж СИЭМ, а для меня это называется аутсорсинг по гибридной модели. Потому что по факту нам все равно, где стоит СИЭМ? В нашем облаке или на площадке заказчика? Ну то есть это на балансе заказчика или это на нашем балансе? Без разницы. Потому что в случае, когда это на балансе заказчика, мы все равно приходим. Если это MaxPatros СИЭМ, мы переустанавливаем все компоненты сами. Архив событий там оставляем, если он есть и заказчик им дорожит, что бывает крайне редко. И загружаем туда свой контент и начинаем обслуживать его СИЭМ. Но фактически для нас это та же самая облачная СИЭМ. То есть тут никакой разницы. Там наши админские права. Мы несем СЛА, мы отвечаем за работоспособность, там наш контент. Мы рекомендуем подключать потоки событий. Только просто лицензионная сторона на заказчика. Если говорить про облачные СИЭМы, то тут ситуация такая. Есть компания прекрасная, Сургут Нефтегаз. И вот сколько к ней не заходили, там на разных конференциях не спрашивали про как-то облака. Один из вице-президентов ее сказал, у нас безоблачное будущее. И вот ты понимаешь, если есть облака, то только локальные в стране. Но, к сожалению, мне кажется, я знаю, что вы почву греете по поводу облачного СИЭМа, но мое глубокое мнение, что пока не взлетит. То есть мультитенантное, большое, не знаю, облачное СИЭМ пока, ну, наверное, не для России рынок недозрел. Таких команд, которые хотят поиграться чем-то не своим в облаке. То есть есть команда, но нет СИЭМа, но это редкость. Скорее наоборот, есть СИЭМ, но нет команды. И вот самые, наверное, тяжелые варианты, это такие вот гибридные. Когда условно заказчик говорит, я хочу у себя первую линию, а вы мне аналитиков дайте. Или наоборот. Ну, это вообще невзлетаемые схемы. Там я на Хабрию написал четыре части статьи, зачем приходит клиент. Я там подробно все описал. Если у кого возникают вопросы, почему, ребят, туда. Я не хочу повторяться. Окей. Но при этом вы же берете наверняка не любой СИЭМ на обслуживание, то есть если он стоит у заказчика. Абсолютно. Ну, то есть, скорее всего, это там условно тот же самый, да, позитив. И, возможно, Арксайд, ну, может быть, там, Кьюрейдер, Спланк. Арксайд, ни Спланк, ни Курадар, нет. А, не берете. Нет, только Арксайд, только Макс Патроу. Ну, то есть то, с чем вы, собственно, у себя и работаете. Абсолютно верно. Третий сейчас появится, Кума. Ну, то есть это получается, я согласен, что это вопрос терминологии, но если у заказчика условно там своя СИЭМ, ну, тот же Спланк еще там, лицензия старенькая, но действует многолетняя, или тот же самый Кьюрейдер, ему, в общем-то, пойти некуда. Он либо продолжает развивать свою экспертизу, либо меняет целиком на другое решение, которое он может отдать на аутсорсинг, либо уходит в коммерческий сок. Ну, почему? По Спланку, по Курадару. Есть эксперты в России. Эксперты, да. Я к тому, что взять... Компании, которые оказывают сервисы, там, к Ване Мелехину в информзащиту с Курадаром приходите. Это реклама, да. Чужого, как бы, решения. Ну, я честно говорю, вот у меня в статье, кстати, было первым написано, ребят, всегда в выборе сервис-провайдера отталкиваетесь от того решения, которое есть. Взять сервис-провайдер новое решение... Я в свое время с Володей Дрюковым считал, сколько нам стоит взять на борт новый СИЕМ в деньгах. Ну, больше 200 миллионов. Это чисто косты. Чисто фото. Ну, не считая того времени, которое мы потратим на это дело. Ну, то есть, для того, чтобы это окупить, воронка должна быть больше, чем наярд. Ну, это почти невзлетаемая история. Ну, к кому вы берете при этом? Мы не хотим единорогами остаться, потому что от Арксайта мы точно уходим. Единорогами в России быть плохо, вы нам сделку заблокируете, мы не сможем ни на чем сервис оказывать. Так себе история. Поэтому мы точно должны быть с двумя решениями. Окей. И, наверное, там, плюс-минус, подходя к некому финалу, дискуссии, еще несколько вопросов, один из них из области, может быть, фантастики, может быть, нет. Вот сейчас, опять же, и на западном рынке, и отчасти на российском появляется некое движение в сторону полной автоматизации вопросов, связанных не только с обнаружением, но и с реагированием. То есть, такое решение там появилось у Гугла, такое решение появилось у Полаальта, такое решение появляется у ряда сервисных компаний, такое решение появляется в России. Насколько ты веришь в концепцию автоматического обнаружения и реагирования? То есть, вот как в красивых маркетинговых картинках, когда есть одна кнопка, нажал, и все, и наступило счастье, и можно расслабиться, покуривая сигару с бокалом коньяка, и смотреть, как система сама ловит, рубит, отсекает и так далее? Ну, для меня это утопия. Я поясню, почему. Чтобы начала работать одна кнопка, вот это как обычно, картинка красивая, кнопка одна, но за ней стоят сотни просто людей, которые должны пахать постоянно, актуализируя состояние IT и ИБ в организации, потому что оно динамическое, и всегда есть куча исключений, и пока у тебя нет порядка в IT, в активах, в процессах, в людях, в зонах ответственности, пока у тебя нет порядка в ИБ полного, это не просто там 90% порядка, это вот прям тотальный порядок, красный кнопок не заработает. По поводу автоматизации, штука хорошая, и мне кажется, что вот тотальный не будет, но отдельные элементы точно надо автоматизировать, и мы это делаем. Это вот, я не могу не вспомнить, прости, Леш, твоя любимая фраза, что первая линия не нужна. Ты мыслишь IT-овской моделью первой линии, и, соответственно, вот в нашей парадигме у нас эта линия отсутствует. То есть у нас первая линия – это инженеры СИЕМ, которые собирают контекст по инциденту, которые невозможно собрать автоматически. Просто глазами пробегаются, то есть они такие мини-аналитики. Ребята прям реально офигенное оповещение делают по инциденту, давая детали. Потому что если происходит что-то, вот мы, например, научились в нашей внутренней IRP-хе выстраивать киллчейны из-за инцидентов, если там они выстраиваются по ключевым полям, это штуки типа там связанные учетные записи, связанные хосты, IP-адреса, что-то еще. Выстраивать киллчейн, и второе – подтягивать все ретроспективы по инциденту, связанную с ключевыми полями за последний месяц. И на это все аналитик обязан тоже смотреть. И это все делает специалист первой линии. Ну, то есть это явно не твое понимание первой линии. И мы ему многие действия автоматизировали, и ему становится жить проще, он занимается действительно интересной работой. Пусть она однообразная, потому что инцидентов много, и это монотонно надо делать, но она все равно интересная. Дальше, что касается автоматизации реагирования. Реагирование – это не только локализовать проблему, там, не знаю, хост в отдельный Вилан вывести, учетку залочить. Это самое простое, самое очевидное, что приходит на ум. Но для меня реагирование – это еще, например, сбор дополнительной информации по инциденту. И вот это вот сбор дополнительной информации обязательно надо автоматизировать, ни у кого не спрашивают. Дернуть логи с локального хоста и подтянуть СИМ, если он не был подключен. Не, ну, смотри, Алексей, эта автоматизация, она понятна. Это как раз история очевидная. И так или иначе, любой средство автоматизации, там, любой СИМ, там, ARP, TIP и так далее, это и есть средство автоматизации неких задач. Я же все-таки говорю про немного другую идею. Если вот ты упомянул, что надо актуализировать инфраструктуру и так далее, ведь по сути своей задача СОКа и так или иначе, и так ее актуализировать, систематизировать и на базе этого выполнять какие-то там наборы действий. То есть, по идее, выстраивая СОК, ты должен подтягивать под нее и IT-инфраструктуру. Ну, потому что получать управляемый хаос, это, конечно, классная идея, но мы все-таки надеемся на некое лучшее. Поэтому, там, когда я упоминаю вот эту автоматизацию, и ты говоришь, что это утопия, я все-таки имею в виду, что действительно появляется некий инструмент, который там простраивает эти самые киллчейны, опираясь на экспертизу, которая постоянно туда попадает, в это решение. Ну, собственно, как и в антивирус, постоянно попадают данные по ВПО, в ЭДС и там сигнатуры атак, в СИМ и правила корреляции. Кто-то пишет, очевидно, кто-то стоит на бэкэнде. Но с точки зрения заказчика, он получает решение, которое само анализирует все потоки событий и так далее, само простраивает цепочки, само обогащает, само говорит, что, ребята, там, с вероятностью более 80% это атака, я ее рублю, там, на порте свитча, там, на интерфейсе, там, муштизатора и так далее. Вот в такую идею ты веришь? Или, опять же, вот даже в такой конфигурации это утопия? Скорее, не верю. Это средство, которое поможет принять решение человеку. Но, прости. Потому что оно заставит вас же многих уволить сотрудников. Не-не-не, это, конечно, да. Но давай честно. Когда случается какой-то инцидент, не знаю, запуск рата на хосте, ремонт админтула, что первое дело надо сделать? Разве потушить его? Да нет. Позвонить человеку, спросить, а это он запускал или не он? Потому что в зависимости от этого критичность инцидента прям совершенно разная. Потому что если это он, его надо просто пожурить, и не надо создавать там тирт, бежать там, не знаю, хост выкидывать в окно этот и прочее. А в другом случае прям надо бежать. Критичность разная. Второй момент, что для того, чтобы все автоматизировать, ну, прости, у тебя должна быть прям с точки зрения средств защиты, средств ИБ, средств IT, прям все. Банальный пример, добавление в какие-нибудь административные группы в домене нового человека. Инцидент, не инцидент. Как понять? Да по кадровой системе. Либо по IDM. Но если у тебя нет IDM, у тебя нет интеграции с кадровой системой, либо она недоверенный источник, ну, там всякое бывает. Вот должен быть прям IDM, где там запрувили, что выходит новый человек, у него ролевая матрица, по ней выдается ему доступ. И он должен быть в этой группе, и все нормально. Ну, прости, сколько у нас компаний, в которой настроена ролевая матрица прав в IDM в России? Я думаю, меньше сотни. Поэтому, ну, невзлетаемая пока история с нашим уровнем зрелости. Окей. Понял. Спасибо. Ну, и, наверное, последний вопрос в рамках нашего сегодняшнего подкаста. Что-то ждешь от грядущего сок-форума? О, это прям клево. Ты знаешь, мы когда думали, а что перед пленарной дискуссией поставить в ролик, была идея собрать прогнозы прошлых лет и показать их в записи, а дальше вот это классический директор Байя Роберт Уэйда, да, и вот музыка вот эта вот традиционная на черном фоне. Ни одни прогнозы не сбываются. Это хорошее завершение нашего сегодняшнего свежевыжатого подкаста. У меня в гостях был Алексей Павлов, компания Ростелеком Солар. Алексей, спасибо большое за ответы. Спасибо, Алексей. Спасибо. Осень, стресс. Наш сок удаляет жажду общения. Приходите на сок-форум 15-16 ноября в Центр международной торговли в Москве. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова